Программа инициативного бюджетирования набирает обороты. Вот и в Батревском районе. Благодаря ей открылись новые объекты инфраструктуры. Жители Батревского района – люди активные. Уверены, что в селе можно жить, как в городе. С хорошими дорогами, магазинами, с местами для отдыха. Они решили принять участие в строительстве очень важных для села объектов. Причем вложить собственные средства почти никто не отказался. Автомобильная дорога по улице Гагарина в селе Батревского района объявляется открытой. В Чувашской республике 1720 сел, 284 сельских поселений. Из этих 284 сельских поселений участвуют в этом проекте 84, это ровно 30%. Для первого года мы считаем это очень интересно. Сегодня мы сами видели, тут трехмиллионный проект реализовывается. И мы видели, как эта улица была оторвана вообще от села. Надо было ездить, обходить по федеральной трассе или по другим дорогам, для того, чтобы попасть в центр, где находятся основные социальные объекты. И вот все мы видим, как они довольны в следующем году. Деньги уже в бюджете заложены, эта программа, конечно, будет продолжена. И более того, скажу, чтобы мы быстрее, прям весной начали реализовывать эти проекты, конкурсный отбор будет проведен в 2017 году в конце. Для того, чтобы мы весной уже, после как деньги в бюджете будут раскассированы, могли начать строить. Вместе с новой дорогой в селе Шагардан появился магазин «Халяль». В крупнейшем мусульманском центре давно мечтали об этом. Мы вместе с администрацией, общественным советом и советом строящих села решили в деревне, в селе организовать такой магазин, где не было бы продажи алкогольной продукции и только халяльной продукции. Тут алкогольной продукции у нас не продается в этом магазине. Ни пива, ни водки, ни вина. Софинансирование помогло обустроить детскую площадку и заложить новый сквер. То, что появился парк, это очень замечательно для молодежи в первую очередь. Через 10, через 20 лет. Но я думаю, тут будет еще люднее, тут люди будут больше встречаться. Не знаю, но тут уже будет еще красивее, деревья станут большими, высокими. Несомненно, эти места отдыха станут любимыми для батривцев. Жители уже думают над тем, как еще можно благоустроить свой общий дом в рамках этой программы. Уважаемые гости, жители села Батрива, приглашаем всех на детскую благоустроенную площадку.